Добрый вечер! Сейчас подождем буквально несколько минутку-две, чтобы проверить, связь все у нас в порядке. Огромная просьба к тем, кто подключается, напишите пожалуйста плюсики или какие-нибудь смайлики, что нас видно-слышно, потому что технический момент, он бывает такой. Если со связью все в порядке, то мы начнем. Так, сейчас я буду с компьютера обновлять страницу, потому что комментарии ВКонтакте мне не увидят на телефоне сейчас. Так, вижу, подключаетесь, да? Плюсики или что-нибудь? Или смайлики, что видно-слышно? Пожалуйста. Тема эфира у нас сегодня необычная. Да, я обещала вам рассказать поподробнее о нашей поездке, как мы съездили. Ездили мы вокруг Онежского озера всей семьей с палатками. О, Валя, привет! Валя, видно-слышно, да, видимо? Так, все, вижу, подключаются люди. Хорошо, отлично. Давайте тогда начнем. Хочу вам представить своего другого ненаглядного мужа, Ленечка. Привет! В эфире он первый раз у меня. Вот, обычно, да, я не сама, не с кем-то, но решили сегодня вместе, потому что он разговаривает прекрасно, может изложить все технические моменты, вот, а я уже эмоции. Хотели сначала провести эфир и с детками, чтобы они поделились тоже своими впечатлениями, но у Насти я тут спрашиваю, то есть мы, получается, мы уехали из Череповца 6 августа, а вернулись мы, получается, через неделю примерно, да. Правда, неделю. Да. И, получается, у них такие были вообще прям вау, все, да, впечатления, такие прям эмоции. А тут пару дней назад я у нее спрашиваю, что Настюша, давай мы будем эфир проводить, ты тоже расскажешь, как ты съездил, как тебе понравилось. Она такая, а куда, а куда ездила, что мне надо рассказать. Я ей начинаю вспоминать, что ну вот, мы же ездили, да, вот, на озеро там, на лодке плавали. Вот, она начинает вспоминать, а, ну точно, да, было. Вот, мы решили, что вдвоем тихо, спокойно пообщаемся с вами, на все вопросы ответим, потому что, ну, с малышами понятно, это очень все громко и шепутно было бы. У нас есть уже список вопросов, которые предварительно ребята задавали, но если по ходу дела появляются, можно тоже задавать, и я буду периодически поглядывать везде, и будем отвечать. Так. Ага, ВКонтакте все хорошо. Ой, всем привет. Всем привет. Всех очень рада видеть. Давно в эфире не была, прям очень-очень приятно, и что люди пришли, очень приятно. Вот, поэтому, собственно говоря, выбрали премию именно 9 часов вечера, что дети у нас уже спят, а мы спокойно с вами будем общаться. Вот. Надеемся, что они не проснутся. Ну, если проснутся, то кто-нибудь из нас... Уйдет. Уйдет. Да, а потом, может быть, вернуться. Вот. Давай мы вообще расскажем сначала, как... Вообще, как идея такая возникла. Потому что у меня очень многие, что... Ну, а почему именно так, почему такого плана путешествия, можно же было просто куда-то, да, поехать? Ну, как... Ну, на самом деле все просто. То есть мы, ну, по крайней мере, я, или тоже в меньшей степени, или больше, не знаю, любим отдыхать в тишине, чтобы рядом не было никого, была только природа. Ну, как никого? Ну, имеется в виду посторонних. Ну, то-либо, то ладно, пусть будет. Посторонних людей имеется. Ну, да. Вот, поэтому идея такая унашивалась, и часто были выезды на Рыбинское водохранилище, рядом с городом, но все равно это не то немножко. Вот. Ну, и детство свое вспоминает, меня... Папа всегда вывозил на рыбалку куда-нибудь, на озера с Нечевкой, Нечевкой, вот. Поэтому мне это очень нравилось, и решили попробовать, будет интересно и увлекательно. Ну, естественно, маршрут предполагался... Даже за перебивом. Да. Меня никто никуда не вывозил. Сразу такая немарочка. Я за все время, единственный раз у меня брали соседи, дети, они водокие были, жена и муж, жена и муж вместе, вот. И я помню, у меня эти тоже вот прям впечатления очень сутки, хотя мне было, по-моему, на 7 лет, когда мы плыли на лодке, куда-то прилить, когда мы в этой лодке ночевали, ну, здорово было очень. С семьей мы никуда не ездили, не было у нас ни дачи, ни чего-то, и чего-то. И все лето мы проводили в городе, в городе, ну, если тепло, то на пляже. Но потом, получается, уже когда стала взрослой, да, и работать стала, был опыт, мы с друзьями ездили, планировали больше такой отдых палаточный, но в палатке поеду годную, больше только ночевали, а потом где-то старались или на базе отдыха, или в гостинице, вот. Но помню, что тогда тоже мне очень понравилось. Вот, и поехать там, на самом деле, планировали еще в том году. Помнишь? Да. Был июнь, да, у тебя был отпуск? Был июнь, и была ужасная погода. Был июнь, и мы вроде все планировали, что все, мы едем, но ночью на тот момент было 5 градусов, по-моему, в тех местах. Днем 10 градусов. Днем 10 градусов, дождь, ветер, в общем, решили, что мы будем делать, если сами еще, как бы, ну, ладно, там, дождевики, сапоги, ничего страшного, а что делать детям в такую погоду, да? В таком возрасте. В таком возрасте. Женьке на тот момент, получается, год и 10 было примерно, да? Вот. В общем, на тот момент поездку мы отложили и просто уехали в Ярославль тогда на пару дней. Вот. А в этом году, не знаю, весь последний месяц, наверное, перед поездкой отслеживали прогноз погоды. Ну, на самом деле, вот тут сразу совет небольшой, да? То есть, планировать в наших широтах какие-то поездки, надеясь на погоду, вообще не стоит в принципе. То есть, мы были готовы к тому, что будет, ну, понятно, не заморозки, конечно, да? Ну, градусов 5, там, 2 градуса, 0 градусов ночью. Мы к этому были готовы. Ну да, мы осознанно. Полностью. То есть, у нас была возможность с собой взять столько вещей, сколько необходимо было для таких условий, и, соответственно, инвентарь из мы подбирали тоже под такую погоду. И, сбегая вперед, хотелось бы сказать, что на протяжении всего путешествия погода, ее можно по прогнозу смотреть на ближайшие максимум 2 дня. Ну, 2 дня, да. Это вот максимум. Потому что даже в течение нашей поездки всей прогноз менялся, то есть, нам показывали, там, один день показывали 12 градусов дождь, там, через 2 дня, другой день, там, или буквально через 3 часа прогноз уже меняли на 20 градусов и солнце. По итогу, за всю всю поездку дождь у нас был хороший такой в день отъезда и в день приезда. То есть попал на дорогу, на дорогу попал. И все наше путешествие было солнце, солнечно, но когда был холодный ветер. Ну, и то тоже. В какой-то день ветер был, а в какой-то день вообще прекрасно было. Я... Ну, давай, давай, по хронологии. Давай по хронологии. О, Алексей, да, согласен, погода у нас. Ну, да, так и есть. Вот, значит, если по хронологии исходить, то если убрать за скобки подготовку, ну, подготовка какая была? То есть у нас были уже на тот момент, имелись палатка трехместная, имелись спальники, коврики, это все было там стулья, стол кемпинговый, на складной. Вот, единственное, что мы купили такое крупное достаточно, это тент-шутер. Долго очень думали, стоит ли выкладывать такую крупную сумму денег, достаточно, да, стоило ему порядка 22 тысяч. Фирмы Маверик, шатер, быстросборный. Реально быстросборный. Если будет у вас необходимость выбора, да, крайне советую. То есть штука вообще зачетная, там можно укрыться, вчетвером спокойно. Я думаю, 6 взрослых там все спокойно, да, без проблем. У нас шутер это был, ну, в смысле, есть 3 на 3 метра. То есть там можно стоять в полный рост мне, у меня рост 186, спокойно по нему перемещаться. Вот. Единственное, наши шиллопопы туда-сюда начинались время тешить, вечером, но это дети как-то, начали все. Это делось видеть, скажем так. Да, да, да. Вот. Это такой из крупных подготовок было, наверное, единственное. Что там, вопрос? Нет, около Онега вообще всегда разная погода, там даже с прогнозом не угадаешь. Ну, вот, видимо, опыт у Ирины есть, да. Ну, мы когда дойдем до именно непосредственно того места по хронологии, да, где мы разбивали лагерь на несколько дней, там уже коснемся конкретно погоды. Действительно, кто Ирина, да? Ирина. Ирина, да, правильно написала, что даже на берегу Онеги буквально там 200 метров разницы, смотря с какой ты сторонник стоишь, наветренной или подветренной. Совершенно разные условия. Но это уже потом. Так, подожди, давай сразу еще. А палатку отдельно, не под темпом ставили? У нас, получается, мы когда первый раз палатку разбирали, но это не на Онежском озере, это было Урос-озеро. Ну, сейчас, я вот последний вопрос, потом ты все расскажешь, и потом мы опять к вопросам. Давай. Давай, хорошо. Вот, мы первый раз решили попробовать ее. В общем, там есть часть москитная, да, сетка, и часть такая уже баллонка. То есть, да, мы взяли эту внутреннюю палатку и без этого тента, да, на который сверху натягивается, и поставили ее в тент наш шатер. То есть, думали, что это, ну, почему бы и нет, хорошее решение. Вообще, мы как думали, получается, мы этот тент-шатер мы изначально поставили, потом, когда время уже спать подошло, мы собрали палатку, занесли ее в тент-шатер, примерили, что там так хорошо прям место получается, что мы сейчас детей уложим спать, сами вылезем, и тут же рядышком на этих на стручках, на своих, немножко еще посидим. Вот. Ну, по итогу мы так и вылезли, потому что уже не захотелось. Ну, там поздно было, да, или нет. Ну, и на самом деле холодно было. И было холодно, да. Не просто так наружный тент у палатки, да, получается воздушная прослойка между внутренней палаткой и тентом, она маленькая, и она хорошо держит тепло. Вот, не пропускает, да. В тенте же получается, ну, как будто в общей такой воздушном пространстве было холодно, на самом деле. Холодно было. И поддувало. Да, да, ну, детям мы их в середину положили, им было нормально, а я вот утром, мне прям, ну, спине так вот было холодно. Поэтому в следующие разы мы уже на ночь ставили палатку, шутер у нас отдельно, палатка отдельно, и палатка обязательно с этим натяжным тентом по верху, и вот было вообще классно. Да. Было вообще тепло. Было вообще тепло. Было тепло. Да, что еще мы у знакомых взяли, это на крышу автомобиля бокс багажный, тулия, да, тулия 410 литров объемом, и впоследствии мы там перевозили всю нашу кемпинговую мебель и утварь, да, то есть палатка, шатер, спальники, коврики, стулья, все, стол, плиту, по-моему, туда-сюда все, что мы не использовали до длительной стоянки, у нас все это лежало там наверху, и не мешало, и мы о нем даже не думали. По поводу машины, значит, ездили мы у нас старый, 99-го года выпуска, Toyota Land Cruiser Prado петерберный, ну, с внушительным достаточно багажником, комфортная очень мощная. Ну, и вообще высокий, большой, такой прям надежный. Да, не подвел нас ни разу, вот, то есть у нас и багажник был заполнен, и вот еще этот бокс. В багажнике кроме наших этих вещей еще лежала лодка надувная, ПВХ лодка, значит, 340 длиной сантиметра, кому это интересно, и мотор, да, 15 лошадиных сил. Ну, просто кто знает, представляет, да, размер этих вещей, даже в сложенном состоянии, он примерно прикинет, сколько они места занимают. Ну, пол багажника примерно. Ну, да. У меня фотографии сети есть, мы на каждом пути фотографировали, то есть, когда в багажник загрузили прямо перед отъездом, я все это потихонечку буду размещать, потому что тоже... Ну, загрузка была близка к Максиму, назовем это так. Ну, да. Не под потолок? Конечно. Ну, вот, если б не было бокса, наверное, под потолок было бы, да? Да, машина вон огонь тебе, Алексей пишет. Машина, да, мы сами очень довольны. Ну, про машину мы не будем, так как люди у нас разные, там, да, контрансляции подключены, не всем будет интересно, то есть, ну, для информации вот так. Первый день, значит, выезжали мы после обеда уже. Хотели ехать в ночь, потому что опыт езды в ночь есть, дети, вот мы в Москву в мае ездили, у нас дети всю дорогу практически проспали, вот, и в целом, когда мы приехали в Москву, мы себя чувствовали комфортно, но взвесили все за и против и решили, что все-таки мы едем днем, пока светло. Сколько проедем, да, сколько проедем, там и останемся. То есть, база какая-то, база, там, палатка, так палатка, как получилось, как получится. Вот, и выехали мы в районе, по-моему, трех часов. Хотели раньше, но загружались именно, вот, все вещи загружали в день отъезда, и плюс еще заезжали в магазин, там поменочек нужно было докупить, вот, про это тоже будем рассказать. И приехали, получается, ну, немного, да, сколько получается? Первый день, значит, мы выезжали, был, собирались, был дождь, ехали, был дождь, и приехали мы на базу к 9-ти часам до этого вечера, был дождь. База называется берег, база отдыха. Все координаты тоже, да, обязательно. Да, база отдыха находится на Ковском озере, от нас это 200, где-то 70 километров примерно. То есть, трасса на Кириллов, Кириллов, Липпенбор и уже Ковское озеро, вот, непосредственно. Вот. База, забегая вперед, мы там ночевали первую ночь, и мы ночевали там последнюю ночь. Нам все очень понравилось. Коротко, если о базе, да, если спросите, советуем ли, да, советуем. Я бы не сказал, что там что-то такое особенное, но там очень чисто, очень неприятно и очень хороший персонал. Персонал мне очень понравился, да, при желании могут там покушать приготовить заранее, как это говорится надо. И соотношение цена-качество, по-моему, прекрасное. Мы 2700 за домик четырехместный мы ночевали. Со всеми удобствами. Отдельный домик, с душевой кабиной, с туалетом, да, с кухней. Кухня у меня была плита, там это как индукционная стояла. Вот. Мебель, то есть белье, все. Ну, вообще, я таких условий вообще давно не видела, что... За такие деньги. За такие деньги, да. Все настолько приятно. Ну, Валя поняла. Все, спокойной ночи. Ну, вот, кто занимается рыбалкой, именно непосредственно на Кожском озере, условия созданы, то есть там есть слип, у кого свои катера на прицепах, ловки на прицепах, можно спокойно спустить. Озеро достаточно крупное, ну, по рыбе это рыбалка, как бы. Кому как повезет. Кто-то там и с рыбой был, кто-то без рыбы. Ну, у нас задачи именно там рыбу ловить не было, и идей. У нас задача была один окунь. У нас задача была один окунь. В результате мы поймали за всю поездку два окунь. Два окунь, да, да. Я бы их отпустили. Да, фотографии будут. Но, опять же, снова забегая вперед, да, за всю поездку, за неделю мы непосредственно рыбалкой, ну, вот, именно забрасывать фугочки, да, там плавает с удочкой. Мы занимались, наверное, часа четыре от силы. На незнакомом водоеме, как бы, кто знает, это, ну, не в чем, на самом деле. То есть, ну, что-то успели, там, понимаете, да, что-то не успели, но и, в принципе, особой такой не было задачи, опять же, да, да, наловить рыбу. Нет, ну, меню уха была. У меня в меню была уха, но она не случилась, поэтому я не говорю. Да. Ладно, ладно. Ладно, едем дальше. Да, едем дальше. Приночевали мы на бани. Приночевали мы на бани. Соответственно, был вопрос, да, про бани, вот, получается, ну, мы чистые изначально выехали из дома, первую ночь мы на береге приночевали, все помылись, да, все чистые поехали дальше. Поехали дальше, да, значит, второй день у нас было по... ну, по идее, да, по планам, это доехать до Петрозаводска. Через Вытигру, получается, Вытигра, кто знает, Ошта, это по южному берегу Онежского озера. Ну, секундочку. Ребята, раньше в Оште была какая-то то ли столовая, то ли какой-то... Я помню, там, то ли кафешка какая-то готовили там на печке. Я помню, вот, 10 лет назад, в 2009 году, там готовили обалденную сочность города. А в этот раз мы то, что пролетели, я даже это здание не заметила. Вот, если вдруг кто-то в курсе, кто-то может быть оттуда, напишите, есть ли там вот эта кафешка, где-нибудь на русской печке готовят или нет. Все. Вот Алексей тут пишет, надо прицеп покупать. Ну, прицеп у нас, в принципе, была возможность, но мы не стали с ним заморачиваться, потому что, еще раз повторяюсь, у нас не было цели и задачи именно проводить на воде очень много времени. То есть, у нас лодка лежала в самом дальнем углу, и мы рассчитывали на ней поплавать, если позволить погода, опять же, на Анеге. Именно, когда мы будем стоять в лагере уже несколько дней, да, чтобы в попыках не бегать, там, не собирать, не разбирать. Вот, только в этом. То есть, у нас было вообще заложено, в принципе, что мы даже, может быть, останемся без поездок на лодке, потому что, ну, кто был на Анеге, сами знают, это море. Ну, на самом деле, ну, по сути, это море. То есть, со своей погодой, со своими условиями, с волной, со своей ледяной водой, как мы убедились потом. Ну, лето такое, на самом деле. Наверняка там прогревается у берега вода. Вот. Поэтому особо иллюзии не питали на этот счет. Значит, выехали мы с берега второй день. Следующая остановка, да, была Вытигра. Ну, в Вытигре с маленькими детьми мы подъехали к подводной лодке, наверное, всем известной, да, посмотрели на нее снаружи. Да. Внутрь мы не пошли ни с какой экскурсии, ну, потому что в три года там Женя рассказывает, что вот здесь вот... Женя бы там все открутил и отвинтил. Вот этим вот закручивается там то-то, здесь торпедный аппарат и так далее, ничего они не запомнят. Это Центр. В Итигре, значит, посмотрели мы на подводную лодку, покушали, да, на машине. Ну, что-то, да, перекусили. Арбуз у нас был, ну, арбуз. Или дыня, дыня. Или дыня или арбуз, что-то, да. Вот так было оттекает даже очень просто лето. Правда, это такое. Ну, вот. Да, это такое. Вот. И поехали мы, значит, мы, значит, с Вытигры в сторону Ошты и Вознесения вдоль южного берега Гонежского озера. Значит, южный берег, если вкратце, Это если совсем вкратце. Если кто-то не ездил, да. В общем, я там тоже где-то несколько, может, лет десять, может, восемь назад ездил уже. Там была разбитая дорога, как бы. Но везде по новостям постоянно говорили о том, что у нас делают федеральную, или собираются сделать федеральную дорогу Санкт-Петербург, Владимир, и на поле Ошта-Вытигра-Пудаш-Каргополь, которая обходит на Архангельск, в обход Воломбе. И мы думали, что, мало ли, может быть, ее хотя бы начали делать. Ну, местами-то не начали делать. Ну, не знаю. Не заметил я на самом деле. В общем, самый прикол. Едем, ограничение, там, семьдесят километров в час. Посередине болота. Посередине болота. Мы приедем, я все это снимала, но приедем, там, десять километров, пятнадцать, потому что просто быстрее. Пятнадцать, потому что просто быстрее. Быстрее никак. На самом деле, в одном месте даже там было движение. То есть, мы едем, едем по болоту, наш красный плечок. Думаем, да ладно, быть этого не может. Ну, вот, да, осталось еще вот такое вот. На самом деле, ну, там реверсивное движение было, то есть, там, то ли насыпают дорогу по болоту, она проседает, то ли просела одна полоса. Непонятно. Ну, наверное, ее когда-то сделали, потому что реально, как бы, это везде на официальных, там, на каналах, в официальной информации, везде это проскакивает. Губернатор наш говорит о том, что... Про наши дороги, скажи, подожди, дорога, дорога, это, передается в федеральную собственность, и там будет делаться вот эта вот трасса. Но по факту сейчас, вот, 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 наверное, этой дороги, она разбита, в колеях все. Опять же, возможно, это из-за того, что было сыро. Может, дорога через болото, там наверняка все это надо ухаживать, подсыпать. А ездят там лесовозы, то есть, груженные лесом, огромные. Быстрее нас. Быстрее нас, да, там особо на подвеску не смотрят. Мы, так как были загружены под завязку, мы ехали очень медленно. Наверное, мы вот, был участок, какой-то километров 10, наверное, или 15, мы уехали, по-моему, полтора часа. Про нашу дорогу сейчас, потому что мы потом дальше уедем. Про наши дороги, ну вот, если не брать в расчет вот эту, да, то, что разбитая. А где разбитая, это еще наша область? Да, это наша область. Да, вот что, это наша область. Вообще, в принципе, не вздумайте ругать состояние дорог в Вологодской области. у нас идеальные дороги по сравнению с Коррелией. Естественно, если не брать федеральные трассы, то есть, через Коррелию идет федеральная трасса Кола, да, Санкт-Петербург, Мурманск, участок, идеальный асфальт, идеальная дорога, не загруженная абсолютно в будний день, по крайней мере, мы там передвигались, и трасса, которая была недавно передана в федеральную собственность, это Волода-Медвижий Горск. Она тоже частично через Республику Коррелию идет. Она немножко похуже, но спокойно, у кого позволяет машина, можно 150 ехать в легкую. Какие 150? У кого позволяет машина, еще раз повторяю. А правила-то не позволяют? Вот. То есть, все остальное... как с Кириллова, мне кажется, вот, где мы там... Я помню, что мы прям выезжали с разбилки, с какой-то... поворачиваем на лево, и прям дорога, как где-то заграницей. Лиля имеет в виду участок дороги от Кириллова до трассы Володы-Медвижий Горск. То есть, там сколько-то, километров 15 или 20, я уж точно не помню. Вот. Там реально тоже была дорога неровная, она была асфальтированная, но очень, очень такая неровная. Ее сделали, то есть, там срезали холмы, чтобы была видимость хорошая, там сделали обочины, положили новый идеальный асфальт. От лосей все, ну, не только от животных. От детей к животных эти сделали заборы, переходы, сделали остановки, подходы к ним, тротуары, то есть, вообще, идеальная, идеальная дорога. Ну, и долго она прям. Простите. Вот. Ну, ладно, дорога хорошая. Да, дорога хорошая. Все места хорошие. Так, приехали мы... Доехали мы до Ошты кое-как, получается. Вот. Ошты ушли на север, на Петрозаводск, на Вознесение. В Вознесение у нас паром через реку Сувирь, которая недалеко от этого места впадает в Невское озеро. Значит, паром, первое впечатление о пароме у детей, наверное, в восторге они были просто, что мы на пароме, потом несколько дней... Что мы поедем все, да, мы поедем еще на пароме, мы ездили на пароме, там то-то, там все-то. Дети были в восторге, вообще первый раз на пароме прокатились, на таком простеньком. Что касается дороги Грунтовой, вот участок Вознесения вообще находится в Ленинградской области, то есть там небольшой участок совсем, это Ленинградская область. Вот. Где грунтовка в Ленинградской области, она в идеальном состоянии. То есть там грунтовка, по ней можно идти спокойно 80-90 км в час. Это мы еще не спустили колеса на топлив? Нет, спустили, я не спусти. Вот. То есть 80 км в час, в принципе, по ней можно идти абсолютно нормально. И по ней шли 80 не только мы, там, некоторые скажут, что у нас машина такая большая, да, с большими колесами, которая проглатывает, да, там все эти неровности. Там с такой же скоростью передвигаются и легковые машины. Вот. Как только мы попадаем в республику Карелия, дорога, она остается, но она представляет из себя асфальт, который долго-долго бомбили. Там прямо с ям. 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 На самом деле, лучше бы оставили грунтовку. Наверное, было бы ровнее. Вот. То есть ям настолько много, что их объехать в принципе нереально. И мы сначала пытались ехать медленно, потом мы спустили колеса, да, то есть давление в колесах. Кто знает, если обычно это двойка, мы спустились до полутора. И почему нам эта лосина не пришла раньше? Да. Плюс у нас машина груженная, и если держать скорость, опять же, километров 80, ты летишь просто поверх этих километров, ям, практически ничего не замечая. Если едешь медленнее, начинаешь в них проваливаться, объехать нереально. Поэтому мы в таком режиме ехали до Петрозаводска. Дорога до самого города, практически, не беря в расчет, последние пять километров подъезда к городу, она в таком состоянии. то есть в Карелии все, что, еще раз повторюсь, все, что не федеральная трасса, это дороги ужасного качества. Вот так. В двух словах. Причем, это даже касается самого Петрозаводска. Я учусь, что про Петрозаводска дороги не поместила. Вот. Приехали мы поздно. В 10-м. Даже, даже, по-моему, ближе к 10-ти, но параллельно тут на букинге квартиру нашли. В общем, получилось, что... Покушали в Макдональдсе. А, да. Покушать. Ну, что было поздно. Готовить вроде совсем не хочется в ночи. Вот. Поэтому перекусили в Макдональдсе. Да. Был такой момент. Вот. И заселились в квартиру. Вообще. Ну, экономно, мне кажется, да? 1700 с нас, по-моему, взяли за комнату мою. Нет? Больше? 4-й на 3-й. Да. Ну, почему-то так. Ну, в общем. Ладно. Переночевали. И опять же, вопрос к вопросу о бане и гигиене. То есть, видите, мы, получается, два дня ночевали. Первые две ночи, да, мы ночевали. Еще, кстати, пропустили момент после Вознесения. Маленькая ремарка. Первый раз мы выехали на берег Нежского озера. Кто знает деревня Щелейки. Там тоже находится еще рыболовная база. Вот. И место, где спускают катера. Все, кто на рыбалку с той стороны приезжают. Ну, рыбалка на Онеге это отдельная тема. Я, в принципе, не буду ее касаться. Ну, тем более, я сам не профессионал в этом деле. Если интересно, можете... Мы можем потом рассказать, как там люди ловят. Ну, да. Если интересно, можете почитать в интернете именно вот ловить рыбу с лодки на Онеге в пределах Пологодской области, я просто вам советую быть очень внимательным. То есть, там определенные требования, штрафы, очень большие за Овлю. Это связано с тем, что у нас лосось водится в Онежском озере, озерный лосось. И в Карелии на него выдают лицензии. В Пологодской области нет. С этим связаны определенные проблемы при ловле с лодки. То есть, вот в этой деревне было первое знакомство с Онежским озером. Был абсолютный штир. То есть, мы совершенно спокойно сели на берегу, на песочке. Не покушать, а по ужинам? Ну, это обед у нас был. У нас, да, просто против и сед. У нас был обед. Мы спокойно покушали и отправились дальше. Петрозаводск, как мы сказали, приехали уже, сняли квартиру, сняли квартиру, помылись и на следующий день... Погуляли по набережной немножечко? По набережной, да. Вообще, Петрозаводск такой город, как бы, мне такое впечатление осталось. Все говорили там, оу, набережная, набережная. У меня такое впечатление и осталось. Это очень с вами впечатление. Наверное, набережная. Я вообще не знаю Петрозаводск. Мне, в принципе, неинтересно там музеи, церкви и там старые здания и решать что-то такое. Но больше вот из того, что мы ездили по нему... Мы не были там. Мы не... Ничего как бы... И набережная, понимаете, вот ее, видимо, построили один раз и следители за ней особенно не следят. То есть, она вся какая-то разваливается. Там местами, да? Там провалы в этой самой... Плитке. В плитке, да? В мостовой набережной. Туристы к коньям. Туристы к коньям. Их привезли. И мне нравится эта набережная и город. Мне, в принципе, нравится. Он очень красивый. Красивый. Но я тоже особо в нем не была. Была только в музее. Музее там мышки или какой-то игрушки. Не в эту поездку. Не в эту поездку. Тоже 10 лет назад. И помню, что было прикольно. Потом еще в каких-то фонтанах в городе гуляли, фотографировались. Это было, да? И у тебя совершенно другое было интересное, наверное, правильно? Да, напоминает. Напоминает. Всегда старается. Вот. Да, это было 10 лет назад. Это были совсем другие. Я помню, что мы вечером там тусили на этой набережной. Фоткались. Я там до выдержки старалась с этой красивой фоткой тоже. Ладно. Ну, в общем, ладно. Проехали. Сразу вопрос, если возникнет про Киржи. На Киржи мы не плавали. На Валаам мы тоже не плавали. На Валаам находится в Ладожском озере. А, ну да. Ну, нет, просто я как раз тогда почему-то когда ездили, мы думали или не хотели на Киржи или на Валаам мы тогда выбрали Валаам. Вот. Почему так? Ну, в общем, Киржи тоже мы только из-за детей. То есть я не считаю, что им в данном возрасте будет интересно смотреть на деревянные церкви. Да, там, деревянные постройки. Ну, ходить, ходить, бродить. Памятник деревянного зодчества, да, он называется. Поправьте, если я не прав. Поэтому пока так, потом вода, может быть, и соберемся. Да, потом может быть. Торже. И после второй ночи в получается цивилизации мы уже прекрасно понимали, что следующую ночь мы точно пройдем в палату. Когда готовились к поездке, вот часть, вот эта вот северная часть Энерского озера, которая называется Зоонежье, да, я про нее толком ничего выяснить не смог. Ну, не то, что не смог, а просто все сводилось к тому, что там в основном виски на леса, болота, и вставать лагерем где-то на машине именно подъехав, особой возможности нет. А где есть возможность, соответственно, есть народ. Мы спрашивали у женщины, которая сдавала квартиру, она сказала, что она с детьми ездит отдыхать на Сегозеро. Может быть, вы слышали, год или два назад была история неприятная, где, когда на Сегозере дети в детском лагере утонули в шторм, сколько-то детей там, вот, перевернулись водки у них, это вот именно это место. Но мы посчитали, что Сегозеро это типа Рубинского водохранилища для череповчан. Скорее всего, там куча отдыхающих. Опять же, я не знаю по факту, так это оно или нет, но судя по записям и по комментариям, там на самом деле очень много... На форму, да? Да. На самом деле очень много отдыхающих, потому что есть возможность подъехать к берегу на машине. Вообще, в принципе, какой вывод по поездке для себя мы сделали. На Онеге можно стоять спокойно, места много с палаткой. Все, что касается небольших озер, где можно подъехать на машине, там народ. Народ или мусор. Народ или мусор, да. Если ты едешь с лодкой и готов перегрузить все вещи в лодку и уехать куда-нибудь на остров либо на дикий берег, да, это вариант. На многих больших озерах, таких как Сег озера, таких как, ну вот, на севере мы туда не ездили, Пя озеро, Каливало, где, это озеро Куйта, да, там организованы трансферы на больших озерах таких, вот, где за определенную сумму вас завозят с вещами куда-то на пляж, да, там на дикий и потом через какое-то время забирают также за определенную сумму. На Сег озере конкретно к человеку, к которому мы обращались вот в третий день нашей поездки, он попросил три с половиной тысячи. Вроде сначала кажется, что сумма большая, но рассудив немножко, да, какой у него катер, да, с мотором там 70 лошадиных сил, опять же, кому это о чем-нибудь говорит, двухтактный двигатель 70 лошадиных сил, топливо жрет немеряно. Поэтому три с половиной тысячи за то, чтобы тебя забросить и забрать оттуда, ну, вполне такая сумма, тем более, что отвозит он тебя километров за 10-15, ну, дальше уже по твоему желанию. Где-то на каких-то озерах у кого-то из таких людей стоят дома с банями, то есть можно, если заранее подсуетиться, дом с баней снять, тогда вы будете, опять же, это уже будут не палатки, а это будет, в принципе, достаточно цивилизованный отдых, единственное, что без электричества, то есть там баня, там печка, и там, и там, там кровати обычные, то есть вот так вот. Опять же, естественно, за отдельную сумму. У нас все-таки была идея с палатками, и так как мы на Сега-озеро в тот день приехали очень поздно, мы никуда не поплыли уже, а встали вот на Урус-озере, на ночевку. Да. Значит, в этот день мы еще посетили водопад Кивач. Понравился водопад, да, место это, на самом деле, уже совсем не дикое, как оно было, наверное, лет 10-15 назад, я была 10 лет назад на Киваче, уже стояли там вот и билеты продавали, и лавки были, и музей был, то есть все это было уже, но единственный момент, сам водопад, он не был никаким забором огорожен, то есть сейчас мы подъехали, и вот весь этот спуск, как бы, да, получается, к воде, там везде таким заборчиком, но я считаю, что это и правильно, потому что вспоминая себя 20-летних, мы готовы были чуть ли не в самый вот водопад нырнуть ради красивых фотографий, то есть у меня вот с тех времен есть фотографии, где сижу там на самом-самом краешке камни, камушки там каком-то, вот, ну, блин, опасно, это все, не просто так было сделано, я так думаю, что наверняка были какие-то случаи. И то, там все, что все оборожено, я все время детей старалась или одного, или прям обоих держать, вообще их не выпускать, потому что, ну, мне реально было страшно, что они реально идут. Настя еще как бы более-менее, а Женя, конечно, без вариантов, только на поводок. На поводок, да-да-да. То есть, кивач понравился? Да, кивач новый. Чисто, хорошо, ухоженно, 200 рублей, я не знаю, возможно, для кого-то это покажется дорого, там, кто-то говорит о том, что это вообще все должно быть бесплатно, но вы понимаете, что мы в России, если это все будет бесплатно, представляете, что там будет? Это будут скалы все изрисованы, так же, как вот на трассе кола, да, где у нас она прорезана сквозь скалы, вот, все скалы исписаны. именами, там, вот, тут, убывайся, да, не красиво. Причем, не списано это не какой-нибудь там, акварелью, да, а масляными красками, либо из баллончика, которые, в принципе, не отмываются уже точно, то есть, их есть только вместе с камнем, отскамливают, никто этим, естественно, заниматься не будет. Очень печально, и вот именно по водопаду Кивач, я считаю, что вот эти 200 рублей, они на 100% оправданы. Там еще классно можно взять маршрут и пройти тропами, то есть, там есть километр, 4 километра, да, то есть, можно прямо погулять, там, я так поняла, что все рассказывают, показывают, там, можно там посмотреть. Видишь, нам пишут, рада, что ваша поездка состоялась, прошла хорошо, это так круто, что выбрали семейный экстрим, по просторам и экстриму. Ну, экстрим, это не экстрим, конечно, но мы начинаем. Ну, да, все только с самого начала. Вот, Петрозавод, Кивач, Переночевали, поехали, а, уже дальше, на Урос-Озере. На Урос-Озере первая ночь у нас была, мы даже планировали там остаться, может быть, на пару дней, но встав утром, там ветер очень сильно. Был шквалистый ветер северный, как раз это наш берег, на лодки не выйти, здесь делать, как бы вроде нечего, потому что там, на самом деле, рядом с дорогой, рядом с железной дорогой, кстати. Да, слышно такое. Да, всю ночь мы слышали поезда, ну, потом вырубились, на самом деле, выспались хорошо. Прекрасно выспались. И поэтому было решено, это уже, получается, была третья ночь, то есть на четвертый день было решено уже на место, которое было выбрано мной заранее. Я точно знал, что мы туда проедем, что там место очень хорошее, по отзывам, это мы решили уже перебираться на саму Анне-Губу, по сути, и стоять уже там несколько дней. Значит, стояли мы на Челмурской косе, Ну, вот он как-то все выложил. Да, как-то мы, наверное, выложили. Опять же, название Челмурская губа на противоположной стороне деревня Товуя, по-моему, называется. На Челмурскую косу непосредственно проезд через деревню Возрицы. Значит, Челмурская коса, что из себя представляет, это длинная-длинная коса, длиной, наверное, на километрах 20. Ну, да, наверное. 20 километров примерно. Вот. Рядом с деревней Возрицы очень много тоже мест для стоянки, но они, опять же, рядом с лесной дорожкой, по которой все едут. Мы забрались в самый конец, то есть, докуда можно было доехать по машине. По расстоянию это... Мы не замеряли, кто-то писал, по-моему, километров 12 или 15. Вот. Но не на самый конец этой косы. Не на самый конец косы, а на самый конец дороги. Самый конец дороги. Потому что потом дороги уже просто... Да, потом дорога упирается в скалы, в камни, и дальше проехать невозможно. Хотя коса еще идет. Идет и идет. Можно на лодку пересаживаться, с вещами уплывать еще километров на 10, и там точно уже никого нет. свободное место можно найти. И вот непосредственно в Челмурской Кассии мы уже ночевали три ночи. Три ночи мы ночевали. Там уже у нас был разбит лагерь, там мы набивали лодку. И днем, и вечером мы ходили на рыбалку. Ну, да, можно и так сказать. Детей загружали в лодку. Мама, кушать! У них было такое, что сразу чего-то надо поживать. По близлежащим островам прокатились, засаживались, гуляли, рыбалкой поскольку занимались. Сразу, как только приехали, на что обратили внимание, это кристально чистая вода. Глубина где-то, где мы стояли, там песчаный берег, потом глубже начинаются камни, то есть где-то два с половиной тире три метра по вертикали получается, да, вниз. Дно видно как на ладони. Наверное, по горизонтали, в горизонте если нырнуть, кто занимается подводной охотой, прозрачность есть такой термин. Наверное, я думаю, метра пять-семь. Именно в том месте было. Потому что там, где мы были, там никаких болот нет, там скалы и там песок, там бухты. И мы вот непосредственно в одной из бухт этих стояли. что огорчило кучи мусора. То есть люди приезжают на машинах, туда пешком не дойти. Нет, туда дойти можно, конечно, но туда не ходят пешком, это сто процентов. Все едут на машинах. и почему не увезти с собой мусор, ну, я не знаю. Видимо, это Россия и как бы долго мы еще будем меняться в этом плане. Очень обидно, когда ты едешь по лесу и бутылки всякие. Да, то есть люди просто, ну, как можно представить, как они едут на машине, открывают окно, вместо того, чтобы положить на коврик и выкинуть где-нибудь на стоянке, да, они это просто все в лес выбрасывают в окошко, не выходя из машины. Куда посоветуете слетать, чтобы поплавать? А это, к сожалению, мы не особо подскажем. Чтобы поплавать, это касательно подводной охоты? Подводной охоты или про что? Или чтобы сечло было и на море хочется. Потому что мы-то 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 не летали еще ни разу. Да, я, кстати, я в сторис говорила, это, в принципе, у нас была с Леней первая поездка куда-либо за все годы. Мы 7 лет вместе, 6 лет в браке, 5 лет с детьми, 5 лет, 5,5 лет с детьми, да, и вот за все это время мы были пару дней в Питере и для Москве, в Ярославле тоже пару дней, и никуда ни одни вдвоем до этого не успели поездить, вот, ни с детками, поэтому это у нас был первый-первый такой прям настоящий отпуск. Вот. Значит, что еще? Помните... Мусор собирали. Мы целый 60-литровый мешок увезли. Мы, во-первых, весь свой мусор, естественно, увезли, и там собирали по возможности. Там много, опять же, тоже. Там все не соберешь. Там реально люди, вот, мусорный мешок, они собрали его, мешок мусора и выбросили. Прям там, да. Вот как это? Как это вот понять? Я понимаю, ну, ладно тебе лень везти, сожги, да, это не очень хорошо там. Ну, кто-то считает нормально, кто-то нет. Ну, ладно, как бы, сожги его хотя бы. Не можешь сжечь, закопай. То есть, там вот в тех местах куча ям накопана. Ну, немножко для других целей, вот, чтобы ходить в туалет, да. Но, тем не менее, ям много, то есть, выброси в эту яму, закидай ее песком. Вообще не проблема, не вижу проблем. Нет, людям надо, все. Причем, самое интересное, что вот едешь до берега, стоянки сами непосредственно, которые в лесу, рядом с берегом, они абсолютно чистые. А вот кусты вокруг, все говорит зима. То есть, со стоянки мы мусор выгребли и выбросили в куст, ну, рядышком стоящий, либо через дорогу, да. Вы только вдвоем собираетесь? Нет, мы уже съездили на машине вокруг Онежского озера с детками. Дочке 5 лет и сыну 3 годика скоро. Только что подключились. И вот как раз и сказываем, делимся, как оно было. Да. Вот. Что еще касательно Челмурской косы? Про погоду обещали рассказать. То есть, мы стояли в небольшой бухточке, она была с севера и с севера, с севера получается, с севера, восток, восток. Она вот таким полумесяцем была от этих направлений, от ветров таких вот направлений закрыта полностью. И реально в наш берег, у нас на берегу такие, чтобы волны и шторм были только в день отъезда. Ну, был на самом деле очень хорошие волны. Красиво на самом деле с берега за этим все наблюдали. Очень большие. И шум был реально как на море. То есть, на море наверное, были все. Ну, я был на Челмурском, да, побережье в детстве. И я прекрасно помню, что вот именно вот такого шума разбивающейся волны на берег такой большой. Очень было похоже на май. В остальные дни мы были с подведренной стороны и поэтому у нас был штиль и два дня даже у нас дети бегали в тупсах и загорали. Хотя ветер был северный. А я даже растерила один день плед и лежала на пледе и загорала. Это было прям волшебно. Это было сорок минуты. Это было исключительно вот в тот момент, когда не было туч абсолютно и был полный штиль. Если только дул хотя бы небольшой ветерочек с озера, то есть вода холодная, он разряжается. Вода, она реально ледяна на озере. Если хотя бы небольшой ветерочек дул, сразу становилось очень холодно. даже вот дети ну допустим такая ситуация, дети бегают по пляжу там в одних трусах загорают в теплом песке там играют, заходят в лес, в лесочек, да, где лагерь стоял. И все, и зябка. Одеваешь сразу в зимнюю куртку, дети у тебя там в трусах бегают, а ты в зимней куртке ходишь по лесу. И в резиновых ногах. То есть мы смотрели на термометр в машине, который установлен, вот в эти моменты в лесу непосредственно в тени получается было от 12 до 15 градусов. На солнышке же на самом деле было очень жарко. На самом деле было очень жарко. Жарко. Реально, реально жарко. Так, все время нормально, да, у меня редко работаешь. Но это только, раз повторю, не было облачков. Когда солнце только-только клонилось к закату, садилось, сразу выступал дубат. Особенно, если это было на воде. То есть мы на воду выходили только в или в зимней одежде, или с зимней одеждой с собой брали. Я одевала, у меня была водолазка-термобелье, потом флисовая кофта. Потом куртка, она у меня зимняя, тонкая зимняя. Но в какие-то моменты мне было даже в этом, меня продувало, я еще дождевик сверху одевала. И тогда было хорошо. Детям было двух штанах. Одно, там на воде, когда уже не на ходу, естественно, это жарко, то есть это раздевали в основном. Ну, опять же, про воду, да, еще касательно, мы все обязательно были в жилетах. То есть, вам советуем, если вы будете, если вас будут выездить, если вы будете ездить, обязательно на жилеты. на самом деле, я, честно говоря, я не уверен, что в такой воде ледяной жилет бы кому-то из нас помог, если бы нас, ну, если бы что-то случилось, да, и быстро-быстро нас из воды не вытащили. Потому что, не говоря о ребенке, взрослой, тоже, ну, не знаю, может, минут 15, за все за все это время, вот, когда было жарко, я один раз окунулся, окунулся, да, достаточно реально 10 секунд в этой воде ледяной ноги сводили просто в два раза. Вот, обязательно в жилеты. Где мы были, места там, в принципе, водок много достаточно ездит, ходит и рыболовные, и туристические, и корабли, ходят, там же получается вот эта Челмурская коса, через, ой, Челмурская, не Челмурская губа, не помню, как она называется, губа, в общем, через Онегу, по этой губе идут корабли в Белое море. Это часть Волга-Балтийского пути, то есть там фарватер, там корабли идут. Кто, кто там был, да, они прекрасно знают, что в Павенце, по-моему, там шлюзы остановлены, где эти корабли проходят. Поэтому, и места там в принципе не очень большие расстояния между островами и берегами, очень много островов. поэтому мы более-менее спокойны были. Вот. Ну, что, по рыбалке? По рыбалке, по рыбалке, по рыбалке сказали, одного окуня поймали. Да. Сколько заказывали, столько и поймали. Особо не упирались. Вот. Если будет, потом, как бы, у нас желание именно непосредственно на рыбалку приехать. Наверное, с другими поедем. Вот. С другой целью. У нас будет, кроме отдыха, цель непосредственно на рыбалку. Но это надо вот, тоже для себя уже решили. Если едешь отдыхать, надо отдыхать. Если едешь на рыбалку, надо ехать совершенно в другое место, чтобы была возможность половить. Потому что ловить в самой Вонеге в открытой, в южной ее части, в центральной и южной части, это нужно по-хорошему иметь мореходный катер. С ее условием. А так ты все равно будешь где-то рядышком до берега плавать и по между островами. У меня еще такой момент был, что вроде бы ценный день не сказать, что у тебя какие-то дела и ты что-то делаешь. Но тем не менее я все время что-то делала. То есть либо я готовила, либо я посуду мыла, либо там что-то еще прибирала, собирала, не знаю, в общем, все время в какой-то движухе и вечером уже такая ура, привет, печь. Вы не поймите таким образом, что это отдых не отдых. Нет, это отдых. Это отдых, но я просто в городе это совсем все по-другому. Судомойка, духовка, не знаю, все вот эти процессы, которые есть. Сходи в магазин купить еще, что-то там, не надо водиться. Интересно тоже меня так и наплетала за собой. Опять же совет такой может быть будет. Если с маленькими детьми едете, можно допустим с утра наготовить например каши, целую какую-нибудь полушку здоровую там несколько литров каши. у вас дети едят кашу, то у вас в принципе это в семье примет. Естественно, вот. И эту кашу можно там в течение дня они проголодаются, а дети на природе едят все, по крайней мере наши. У нас не было таких проблем, что я не хочу это, приготовь не то. У нас было только одно на всех. И ты либо ешь, либо остаешься голодным на самом деле. Но там даже никаких этих вопросов не было. Дети сами прекрасно ели, у них прекрасный аппетит был, по несколько порций. Женя рекорд один раз поставил, он три порции гречи съел за раз. Ну, он, да, просто сметал. Четал, да, сильно голодный. Так, у нас инстаграм заканчивается эфир, сейчас я, ребята, его завершу, сохраню, чтобы у нас дети сами с собой развлекались. То есть, я вообще вот... Что касается гигиены, вот у нас был шатер, и в этом шатре на самом деле мы в том числе и споласкивались, да, то есть воду грели и сполоснулись. Воду грели мы на плите, газовая плитка туристическая с баллонами, кто знает, продаются они баллоны, не баллонов. Но приготовление пищи, грубо, один баллон. Ну, поменьше даже, ну, там, когда его мало остается газа, уже пламя маленькое, жара мало, а так, ну, если так рассчитывать, грубо говоря, один баллон, то есть, один баллон, это приготовить какое-то основное блюдо и согреть чай. Один баллон. Может, даже еще хватит там воды, согреть. Вот. То есть, я в плане того, что... Вечером мы детей подмывали, зубы чистили, с утра зубы чистили. Без проблем. Видео тоже есть. И все это уже снято. Да, без проблем. Я даже маски девочки там делала. И даже кремами своими всем пользовалась. А умывалась водой вот из озера чистейше. У меня кожа была прям, ну, вообще такая все приятненькая, такая мягенькая. Все никак в короте абсолютно. Вот. Ну, в плане, да, гигиена, все было в порядке. То есть, вот про баню там ответили, да? Давай тогда... А что? Еще момент про баню, значит, вот именно в том месте, где мы были, там туристов много, там все делают полевые бани. Ну, да. кто не знает это собирают, разжигают костер, да, собирают кучу камней, раскаляют их, вот, и потом накрывают эти камни пологом или тентом. Кто из пленки, кто из ПВХ, да, кто из чего. Вот. И на берегу очень много вот этих вот камней, да, куч, назовем их так, которые именно для бани используются. То есть, у кого есть желание заморочиться, без проблем, я считаю. А вообще есть и походная баня. Есть походная баня. Я думаю, что мы тогда не все время. Но походная баня, это, по сути, смысл-то тот же самый, то есть, там полок, полок или тент ставится, и внутрь ставится печка. Там печка. Походная, да. Печки, они уже на разных теплоносителях. А где отдыхали? Я, наверное, пропустила. Мы отдыхали на Невском озере, то есть, у нас была цель объехать в Невском озере на автомобиле с детьми. Вот, мы все сделали, как хотели. Как хотели. И ночевали. Что ж, ладно? Тут касается грибов, ягод. Грибов в этом году не было. Мы были. Была сушь. Абсолютно все просто... Не знаю. Мне кажется, могло от одной искорки загореться. Мох весь сухой. Поэтому мы считаем, что поэтому грибов не было особо. Сейчас, смотри, по-нашнику. Причем мы обычно собираем только лисички, потому что мы у меня дома едем. Но там мы нашли туалетики, подосины и... Мы видели, что я это приготовлю и покушаю, чтобы все-таки были грибы хоть один раз, да? Ну, в Карелии как же без грибов? Вот. Ну, по итогу никто у меня не стал есть, стал есть. Сама не все съела, поела. А дочке пять с половиной лет, а сыну три года у вас с ним будет. То есть дети уже не маленькие. Ну, для кого-то маленькие, для кого-то маленькие, да, для кого-то маленькие. Кто-то, вот мы, помню, еще у нас детей не было, мы ездили на одно соревнование по джип-ориентированию. С месячным ребенком? там был мужчина, который... Мужчина, который... Мужчина, который... который... ездил с месячным ребенком. Разговорились? Он ездил с месячным ребенком. Разговорились? Ну, должна временная была. У них была идея на каком-нибудь трофеере. Вот это все-таки экстрим. Вот это вот экстрим, да. Вот это маленькие дети. Да. А то, что мы ездили, это уже в наши времена, так... Давай... Ну, в общем, постояли мы там три дня, погода испортилась, и мы стали двигаться в обратную сторону. Ну, не в обратную сторону, а в смысле к дому. дому. То есть, на третий день мы спокойненько собрались. Еще один момент. Думаете, кого можно встретить за 300 километров, непонятно, где на крыльху света. То есть, когда мы собирались, встретили соседа по дому. повезти. Вот мы, да, мы собираем палатку, проезжают мимо. Номера знакомые. 35-й регион, номера знакомые. Проехал вперед, едет обратное в объявлении. Спроси, может быть, он место для стоянки выбирает. Скажи, что мы уезжаем, все, мы сейчас собираемся. Мы его тормознули, и он такой, ребят, вы из Череповца? Да. На Ленинградской живете? Да. Вот, оказывается, ну, тут паркуется, реально, да, мы едем много раз. Но они, наверное, еще до сих пор в путешествии, потому что они, мы уезжали, они еще две недели там где-то колесить собирались, потом в Питер, в общем, да. А пишут, смотри, лисички белые, подосинки и грузи, очень много грибов. А это где? Это сейчас? Это сейчас? Во-первых, а во-вторых, этого может быть не в барах? Не знаю. Мартинскеви Ханна. Не знаю, не могу вам прочитать никнейк. Марцинкевич Анна. А, Маркинсевич. Марцинкевич Анна. Точно, слушай, какой-то эмоции. Я думала, имя сначала. Вот. Это сейчас? В Карелии грибы столько много? Или где? Ну, сейчас вот пошли дожди, сейчас грибы пошли. А мы, получается, мы были там восьмое, девятое, первые две недели августа, никаких грибов. Ну, по крайней мере, в тех местах, где мы были. Мы, естественно, специально никуда не ходили, там на болото не лазали, ни в какой лес не ходили. У нас на сентябре начинается вот по Краснодарский, вот по Краснодарский край. А, а. А, вот совсем будет. Вот. Что касается ягод, на трассе мы купили литр морожки. Купили, ну, мы не выбирали на самом деле, цен мы не знаем. тысячу рублей. Кто-то говорит дорого, кто-то говорит дорого, кто-то говорит нормально, кто-то, ну, кто что говорит. В общем, поели мы свежие морожки, детям свежая морожка не понравилась, из остатков сварили варенье. Варенье съели все. А на обратном пути, когда вы ездили, съели брусника, черни. Было так. Вы когда-нибудь собирали царский гриб? Царский гриб. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Что за ягода? Какая ягода? Морошка? Морошка, что за ягода? Ну, в Краснодарском крае нет морожки. Да-да-да. Вот, наверное, нет. Я, конечно, не знаю. Мне кажется, что она больше на севере. Посмотрите в интернете. Я не знаю, как описать морожку, что ли? Она оранженькая, маленькая, по виду очень похожа на ежевику, наверное, ну, вот, структура именно такая вот. На вкус, но даже не знаю, с чем сравнить. Даже не знаю. Не знаю. Если будет возможность, попробуйте. Ну, опять же, морожка в детстве казалась вкуснее. Но я так думаю, что я, наверное, просто старею. Я себя порвала до этого. Потому что мне тогда все казалось больше, красивее, там, не знаю, масштабнее. То есть от каждого места было вау, вау. А тут все как-то, ну, спокойнее, что ли. Не знаю. Ладно. Но есть черника, губика. Это тоже у нас. Да, там тоже у нас есть. Красиво. Вот. Значит, выехали мы, получается, три дня, три ночи мы там стояли. Выехали мы с Шелмурской косы не спеша и поехали уже в сторону Вытигры по восточному берегу Лонежского озера. Еще раз повторюсь, дорога хорошая. Вологда, Медвежий, Горск, дорога хорошая. На твердую четверку, где-то на пятерку местами. Что-то такого особенного. Ну, по природе четкое разделение есть. То есть, ты заезжаешь в Карелию, там камни. Ты возвращаешься в Вологодскую область, там вот смешанные леса, причем леса такие непроглядные. Прямо, ну, то, что рядом с трассой. Вот. Вернулись, значит, в Вологодскую область. Была у нас идея одна посетили Бесов нос. То есть, мы собирались на своей лодке по реке Черная сплавать. Это 19 километров в одну сторону. То есть, 19 туда, 19 обратно. Там, ребята, там Петроглиф. Да, Петроглиф. Кто знает, кто в курсе. Вот. Но мы решили время не тратить. Бензина у нас хватало впритык. Поэтому мы вообще рисковать не стали. Решили, что мы это... Это мы в другой раз. В другой раз мы туда обязательно сплавали. Вот. И проехали мы прямо на деревне Ольково, кто знает такая. Андамская гора. Андам гора. Ну, все по-разному. Все по-разному. Кто-то Андам или просто, да, Андамская гора. Один раз съездить стоит. Ну, просто посмотреть, да, вот на эти просторы, какой оттуда вид открывается. Сколько там высота? 80 метров? Ну, что-то да. Да. Ну, что-то такое. Ну, в интернете можно кучу информации, фотографии найти, самые скоперы. Ну, там очень красиво. Но, опять же, я приехала, я ждала, что меня, бля, накроют. там тоже сделали сейчас смотровую площадку небольшую, а когда мы там были, мы там все исползали. Но я потом уже вспомнила, что мы проезжали немножко в другое место и стояли лагерем чуть-чуть в другом месте. То есть у нас на эту гору вид был немножко со стороны как-то. Не прямо вот что-то на ней стоишь и вниз смотришь, а немножко со стороны. Ну, в царских грифах написали, что выглядит как лицо куриное, а потом уходит красный, как мухомор. приедем. Краснодарский край скоро приедет в Ставрополь. Это же у вас, да, в Краснодарском крае? Нет? А, да? Вообще, может быть, в Ставропольском крае. А, в Ставропольском крае. Мы все равно на юге. Ну, в общем, на юге скоро приедет девочка у нас из Череповска к вам туда на юга на конкурс Слинга Мама России 2019. Вот я ее готовлю 21-го, кажется, финал, если ничего не переделали. Да. Да, ладно, мы же делаем. Вот. Недалеко, недалеко. Значит, с Андамской горы мы уже непосредственно вернулись в Утигру, заправились. Заправились, да. И уже поехали в сторону дома. Но опять же, ночь последняя. дождь. Дождь. Ну, там-то моросилка посильнее. Мы выезжали, был дождь, и мы возвращались, был дождь. Значит, пробег общий нашего, не, такого путешествия состоял 1700 километров. в основном, это асфальт? Да, в основном, да. В основном. Ну, как бы, и грунтовки были. Какие выводы для себя сделали? Ну, то есть, я уже говорил, что если вы едете отдыхать на Омегу с палатками, это восточный берег. Это лично мое мнение. Это восточный берег, то есть, есть пляжи, есть подъехать на машине, есть места, где можно подъехать только на внедорожнике, там народу поменьше. Есть места, где можно подъехать на любой машине, в том числе на легковушке. Вот. Это все восточный берег. Западный берег, все подъезды, там их не очень много, и там много народу. Южный берег, это болото. Там на машине толком никуда. Насколько я знаю, опять же, не подъедешь. С воды вроде можно, опять же, пересев водку, да, и проехав по Омеге, до Южного берега, там места есть, такие же пляжи, с небольшим лесом на берегу, с небольшой полоской леса. Северная Омега, Зоонежье, так называемая, там болото. Ну, болото, камни, там скалы, то есть, там тоже подъезды к воде, только в деревнях, рядом с деревнями. Опять же, насколько я вычитал из интернета. и если вы едете в Зоонежье, в моем понимании, закладывать несколько дней именно на Зоонежье, потому что это отдельно надо отклоняться от маршрута, да, то есть, ехать на север, потом спускаться на юг, вдоль губы, да, их там, три или четыре губы, в Зоонежье. Вот. Идеальный, конечно, вариант это вот с лодкой, со своей лодкой, причем хорошей, вместительной, на которой можно было бы переплыть. Многие ездят опять же, по вот этим губам, сплавляются на байдарках. Вот. И останавливаются на островах. На островах мест много для стоянок. Ну, не много, скажем так, они есть, и там народу поменьше. Вот. Если вы хотите на рыбалку с небольшой лодкой, опять же, я считаю, что это Зоонежье, либо озера небольшие. Если у вас хороший какой-то катер, ну, тут куда угодно, на самом деле. А Череповец, как вы сказали, это где? Череповец, это город, вот откуда мы родом, мы сейчас здесь находимся. Вологодская область. Вологодская область, да? Северо-запад, грубо говоря. Да, северо-запад. Ну, на западе Вологодской области, мы вземем это так, 120 километров от Вологды, 500 километров до Питера, 500 километров до Москвы. Когда я раньше работала переводчиком, у меня иностранцы спрашивали, много была в Штатах, спрашивали, откуда из Москвы, я говорю, да не из Москвы, а им не объяснить, какой там Череповец. Я им говорила, ну, вот между Москвой и Санкт-Петербургом, как бы Питер знают, и Москва знают, ну, где-то, значит, представили пример. Многие знают Череповец по двум вещам, да, это либо Северсталь, либо Череповецкая спичечная фабрика. Вот все спички, ну, не все, а раньше. Даже в Турции. Раньше большинство спичек, да, которые по России развозились, да, вот в этих коробках, да, там это были спички Череповецкого спичечного, спичечной фабрики. Там же холодно. Сейчас. Нормально у нас тут? У нас тут еще так, ну, уже ближе, более северная, скажем так, погода, но так еще. Если брать вот по зарплатам, да, у нас уже есть северный, северный, да, этот коэффициент на 2-15-15%, то есть мы уже входим в эти регионы, не крайний север, конечно, есть уже. В общем, переначпали на береге и потом уже говорили. Ну, как бы, в целом, детям очень понравилось. Дети были в восторге, да, и несколько дней они были под впечатлением. Я уже не спрашивала, Женя, тебе где больше спать нравится, дома в кровати или в палатке? Женя мне в палатке, вот. Настя спрашивала, Настя, ну, конечно, в кроватке, мама, тут же мягко и удобно. Вот, но потом говорила, нет, нет, все круто было, все очень понравилось. Но они были счастливые, свободные, довольные. Их выпустил, и все, их не слышно, не видно. От обеда до обеда, там, от ужина до, от обеда до ужина, от завтрака до обеда, они все сами по себе. На берегу с формочками, там, с лопатками, траншеирами. в машине, когда перегоны были длинные, они сами себя развлекали. Рисовали, у меня были взяты, ну, на береги, на картинке. Им нормально было, а нам слушать их иногда тяжеловато. Настя очень всякие, там, стори, что-то сочиняет, Женя вовлекает в них, как-то, ну, очень бесконечное это полтание. Ну, вы делаете еще как бы скидку на то, что мы детей, обоих детей, ну, рано начинать. Очень, очень рано возить начали в машинах, причем, ну, такие нормальные расстояния, постоянно выезжаем мы здесь рядышком, на природу, в лес, если есть возможность. Ну, это практически каждые выходные. Каждые выходные. С Женькой с одной недели мы начали в лес выезжать. Насте, Насте тоже второе? Нет, Насте был месяц, по-моему, в лес первый раз. Ну, это было зимой. Да, но это было зимой, да. То есть, мы... Слинг, по-имонали. Они у нас привыкшие, назовем это так. То есть, у некоторых есть дети, которые не сидят в креслах, там капризничают, там и прочее. У нас такого нет, в принципе. У нас единственное бывает, Настя спрашивает, мама, когда мы приедем уже? Ну, да. Ну, это как бы быстро проходит, то есть, она себя бы взаимет. Что касается вообще детей, кстати... Безопасности. Скажи, мы из кресел детей не достаем вообще. Да, по лесу они тоже у нас пристегнутые в кресло. По лесу тоже пристегнутые, да. Вот. Для развлекания детей берите все, что можете взять. Можете взять 10, там, книжек, да, вот такую, стопку, если у вас есть, берите, раскраски берите, там, карандаши берите, пустые виски берите, я не знаю, игрушки любимые берите. Главное, чтобы они были заняты. Можно даже картинки какие-то распечатать просто, да, ну, в черно-белом варианте какие-то раскраски, вот, чтобы тоже рисовались. Первый день на Онеге на одном из островов. На Онеге все камни, вот, в отличие, да, от нас, вот, Онега же древний водоем, там все камни, они водой обточены, они такие круглые, очень приятные, они красивые, особенно, вот, можно цвета поискать, там, ну, по сути-то, ископаемые, как бы, да, то есть, это озеро, там, тысяч, миллионов лет, я уж не знаю, там, не разбираюсь, вот, и Настя вот первый день набрала себе камней каких-то красивых, и она этими камнями играла, и вот они у нас до сих пор дома привезла, где-то у нее лежат, время, время, она их достает и перебирает, там, рассказывает что-то про них. Так, Анна пишет, что она любитель пешие походы на неделю и больше. пешие, здорово, да. Но вы же на машине ездите, да, пешком, да, мы пока на машине. Ну, пока, я не уверен, что я пешком, куда-то пойду. Но настолько дальней никуда не уйдешь в расстоянии, да, выходить как-то вот в ближайший лес и не знаю, или сколько километров пройти, не знаю, четверо деда круто, ходят пешком. Молодцы. Классно. Молодцы. Нет, есть люди ведь, которые ходят в горы зимой с детьми с маленькими. Сейчас много на самом деле вещей, которые облегчают вот это вот все. То есть, те же рюкзаки, да, там переноски очень удобные для взрослых людей уже, которые за плечи вешают, да, разгрузка так называемая и так далее и тому подобное. То есть, сейчас этим уже никого не удивишь, сейчас для этого есть все возможности. Но тем не менее есть люди, которые, ну, в принципе, как-то боятся. Кто-то боится, кто-то не уверен. Но мы просто... Мы никого не агитируем на своем деле. Мы не агитируем, мы просто делимся. Если есть желание и возможность, стоит ли съездить в такое путешествие? Да, стоит. Потому что, ну, как бы посидезно, мне в таком возрасте было все это интересно. И, наверное, еще... Она всю жизнь от себя. И, наверное, еще лет 10, может, 12, и эти дети уже никуда не будут с вами ездить. Ну, не знаю. Да, так и будет. Так, ладно, давай по вопросам, то, что нас кидывали. Интересно, брали сладости в дорогу? Как рацион рассчитывали? Сладости в дорогу брали? А по рациону, наверное, это есть только отдельно. Лиля напишет. Я или пост, или эфир могу рассказать. на самом деле... что это отдельно была целая история. Да, то есть, я изначально... Ну, у меня был такой, не знаю, ступор вообще, как это, чтобы на все дни их схватило и лишко сильно не брать. Вот. Я попросила подругу, Ира Синева, мы с ней вконтакте как-то проводили тоже прямой эфир. Вот. она мне помогла распланировать частично, частично что-то я там сама посчитала, поделала. По итогу у меня на всю нашу поездку меню было распланировано там примерно в грамму даже расписано и примерно что, когда я буду готовить. Вот. то есть, ну, норму примерно я смотрела в интернете либо что знаю сама на глаз смотрела. То есть, ну, у нас так получилось, Леня мне сказал, дней на пять рассчитывай продукты. То есть, ну, я естественно взяла с запасом, чтобы не только на пять дней было и к седьмому дню нашего путешествия у нас потихоньку продукты начали заканчиваться. То есть, там, ну, оставался еще там небольшой запас, конечно, но все равно уже. Сладости, что касается сладостей, в принципе, у нас вообще дети не избавлены этими вещами. И у нас было четко распределено, то есть, допустим, там, за один прием пищи съедая, например, четыре мини-сникерса, да? Ну, например. То есть, каждый по мини-сникерсу. Там, следующий прием пищи, мы там съедаем по плитке шоколады. Печенье там было, какой-то сухаризм, печенье осталось, потом сухаризм, хлебцы, хлебцы, все это съели вообще. Потом у меня были еще семечки взяты, ну, эти обычные подсолнечника. Я Насте показала, что, Настя, смотри, ложку в мед макалишь, потом в семечку и казинака получается. Вот мы так уже в конце подъедали. Но сладкого у нас вообще ничего не стало. Мы ничего назад не привезли. из того, что к чаю. Но мы привезли только к рублю, мне кажется. Так, дальше, сейчас. Как планировали маршрут? Планировали маршрут, то есть идея была как? Идея была вот именно непосредственно, то есть вообще вот Череповец находится посередине где-то, да, между, как называемым, севером и югом. То есть на север у нас до Мурманска 2000 там километров, грубо говоря, и на юг до Черного моря до верующих километров. И когда вопрос-то встал о том, вроде на юг-то на наш и не хочется. Ну, хорошо. То есть вот этот муравейник, да, как бы море детям полезно, там сейчас скажут, согласен, полезно. Но, во-первых, по финансам, да, это затратнее. То есть если расстояние примерно то же самое, то по деньгам там ты в палатке, ну, как бы некоторые, конечно, стоят, но я все не представляю в этом муравейнике в палатке. Вот. И, в принципе, север, он, как многие говорят, он притягивает. Вот кто бывал в Карелии, хочет в Карелии вернуться. Да, вернуться хочется. Кто бывал на Ниге, хочет на Нигу вернуться. Кто бывал на Кольском, хочет на Польске вернуться. Мы обратно ехали, нам на базе берег попались ребята, ну, мужики. Кольского. Да, они ехали на подготовленных внедорожниках, они ехали с Кольского полуострова. У них вот внедорожники все обклеены наклейками. Ну, кто знает, это значит, что они постоянно движутся, заранее едут. Экспедиции, соревнования, там, грязи, копаются и так далее. Вот это драйв, вот это вот мне нравится. Вот. Ну, кто-то скажет, что он нормальный, но мне тоже это сделал, очень нравится. Если ехать на юг, это нужно определенную сумму денег планировать раза в три, наверное, или в четыре больше, чем мы потратили на нашу семью. Потому что на юг ты приедешь, ты не будешь сидеть без развлечений, ты не будешь сидеть на одном месте, а везде, как бы, нужны деньги. Здесь все-таки даже вот можно было вполне без этих трех ночей обойтись, ночевать на берегу. Там, ну, где-то в палатке. То есть, это было бы еще дешевле. Можно было бы в Макдаке, да, не... Один раз не помню. Это мы бы, это мы бы сэкономили уже там, ну, тысяч 10. Ну, если все, суммировать. Суммировать, если бы сэкономить. Вот. То есть, во-первых, финансы, во-вторых, все-таки север. Север, север. Именно отдых на природе это север. Вот. С кем бы мы не разговаривали, люди, где безопаснее, да, вот в плане именно остановиться, где-то там на севере люди, они приведут. Ну, как бы мы у кого спрашивали. Вот. Никаких проблем, то есть, мы не испытали с местным населением, да, так называемые, ну, так скажем. Вот. Если куда-то поедем еще, наверное, это будет север. С палаткой, мне кажется, или с палаткой. Еще севернее, Еще севернее, да. То есть, вот ребята приехали, на Кольский ездили, Кольский объехать. Это тоже круто. Там свои исторические. Я тоже, я очень хочу на Кольский, но я понимаю, что наши дети, наверное, все-таки пока еще не готовы. Да, там им, наверное, сложновато будет. Очень на Байкал хочется. Ну, на Байкал тоже. Я считаю, что, во-первых, это далеко, а во-вторых, сейчас уже Байкал, это, ну, опять же, судя по отзывам, да, это уже проходной двор. То есть, это до Байкала доехать, посмотреть, круто, поставить галочку. Я был на Байкаль. Ну, хочется же галочку поставить. хочется же. Это то же самое, что хочется доехать до Магадана. Ну, насчет Магадана, не знаю. Ну, это все, как бы, да. Вот, то есть, и планировалась именно поездка, исходя из наших возможностей и реалий. Финансовых, временных, то есть, да, отпуск был ограничен, погодных, поэтому решили, что вот так. По крайней мере, вокруг Онеги, вот, восточную часть, которая находится в Логонской области, я по крайней мере, знал. То есть, я там был, и я, в принципе, представлял, что там красиво, там детям будет хорошо, вот именно на берегу, да, в темном условии. и есть, что посмотреть. И еще у нас в планах было, допустим, посещение некоторых достопримечательностей, про Песов Нос, мы сказали уже, значит, рядом с Петрозаводском, на, 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 что там вот это, которая, где видите там, ну, Сегозера? Нет, Сегозера, это там, на Сирии. В общем, рядом с Петрозаводском есть база, туристический комплекс «Три медведя», с открытым зоопарком, туда мы не поехали, потому как посчитали, что мы были в открытом зоопарке, как бы, медведи, они везде одинаковые, там, смысла нет. Потом, вулкан Гервас, кто слышал, вот, ну, про него прочитали, что там сброс, там ехать в мае, сброс воды, да, там весной происходит, когда половодие, и тогда там есть на что смотреть, а так там камни и камни, без воды. А я как раз его таким и видела, вот в августе 2009-го, то есть там просто были камни, то есть воды не было. Вот. Ну, на бесов нас мы уже сказали, почему не поехали, и в принципе-то и все. Следующий, не знаю, не следующий, а одна из идей тоже, это Ладогу вокруг, так же объехать. То есть Ладога, ну, на самом деле, в принципе, очень похоже, и близость к Питеру, как бы, приезжает, скажем так. это мраморный каньон обязательно. То есть на Ладогу это мраморный каньон, это водопад Белые мосты, это... Массиала, это мраморный каньон. Вот. Потом, потом, баллан, да, баллан, если опять же... Слушайте, свет погас. Фонари в доме напротив. Возможно, мы сейчас отключимся, не пугайтесь. То есть есть такая идея вокруг Ладоги объехать. Уже с теми знаниями, которые у нас есть, что необходимо делать, брать, и как строить путешествия. Также есть идеи Северная Карелия. Это либо Пиа-озеро, либо Калевала. Калевала это озеро Куйта. Это еще севернее. Вот. Возможно, где-нибудь побывать зимой из этих мест. Да, зимой хочется. Там очень красиво. На зиму по фотографиям красиво, но как бы надо тут продумывать отдых. Зима это точно пока без палаток. Вот. Это точно надо дом снимать где-то на озере. Но опять же, такие дома вот на том же озере Куйта, да, для Калевала находится, там такие дома сдают. И забрасывают туда на снегоходах, либо же на своем свой транспорт тащить, и там на снегоходе уже ехать дом с бани снимать. Я думаю, это тоже было бы вообще супер. В снегу, да, зима кругом. Вот на озере. То есть, вот Северная Карелия, да, Кольский, да, Рыбачий, да, но тоже как бы еще сложнее, чем Кольский. Еще дальше. Давай дальше. Места выбирают для Сеянов каким образом? Ну, по интернету. На форумах читали, где, что много очень было пересмотрено видео, перечитано форумов. Именно вот на форумах была информация взята о том, что в принципе вот эти вот еще гора Сампо рядом с Петрозаводском, что такие вот вещи, как гора Сампо, например, Герваз, да, и этот зоокомплекс Три Медведя. В принципе смысла особого нет туда ехать. То есть гора Сампо это тоже как точка, галочку на карте поставил, потому что там сейчас все в запустении и в разрухе. То есть мостики, не мостики там все кривое достают. Может я не прав, может уже давно не так, если кто есть, там, скорее дайте в эфире, так сказать, сигналите, если там не дали эфире, тогда что мы не правы. Шите. Вот. Так. Ну, в общем, из интернета, Не было ли проблем с туалетом? Мы однажды намочились, так как место оказалось довольно любимым. С туалетом? У меня сразу фотография Женьки на горшке. Нет, смотрите, для детей у нас был взят горшок. Ну да. Самый, самый обычный, не герметичный, никакой просто горшок, на который можно сесть, сделать дела, а потом все туалетом. Сами тоже. То есть, как путешественники поступают, у них либо отдельные, они прям так и продаются, туалеты, ставятся как отдельная маленькая палаточка, и в ней либо, грубо говоря, на яму ставятся выкопанную, либо внутри там какой-то манитаз, манитаз, из которого все это потом выливается. там на месте я уже как говорил, людей нас там не было. У людей, у отдыхающих кто были, они просто были выкопаны ямой. То есть, люди выкапывают яму там, пока стоят кемпингом, они вот яму, извините, не уходят, потом все это закапывают в идеале. Ну, сами понимаете, естественно, там никаких туалетов нет, не знаю, у меня так проблем не было. У меня тоже не было проблем. У детей тоже не было проблем. Для них что, дома на горшке посидеть, что там на горшке посидеть, разница. Ладно, раз уж тема про гигиену такого уровня зашла, я вообще давным-давно, уже много лет практически не покупаю одноразовые влажные салфетки, но здесь они нам в поездке, конечно, очень пригодились, вот, и себе тоже средства гигиены одноразовые брала, тоже они меня, конечно, очень Ладно, давайте дальше. Так, удалось ли самим расслабиться или это больше отдых, приключения, а не расслабление? На сто процентов. Это такое просто полное впечатление и никаких мыслей даже ни о работе, ни о доме, ни о делах. Вот, особенно представляете, да, представляете, дети там улеглись уже, в палатке спят, на улице темень, там холодина, да, назовем прямыми словами, скажем, вот, костер отжигаешь и вот можно реально сидеть полночи, пока тебя не начнет вырубать просто. Так и делали. Да, то есть полночи сидели на берегу Нежского, болтали, болдели, смотрели там за корабли, за кораблями, за звездами, за луной все, они могли понять, как, по какой же траектория она движется. Да, троечки два ноги в дырочках. Вообще, первый раз, когда встали, вот уже на это место, да, ты мне говоришь, о, у нас сегодня будет закат, прямо вот так, в итоге я мою посуду, смотрю, от заката от заката закат уходят и уходят за лес, заката так и не было такого, что прям сидишь и смотришь. Ну, звезды тоже, звезды смотрели, ночью там вообще такое звездное, как тише. Так, да, все что, как с дождями было, мы уже говорили, дорога туда, дорога обратно. Первый и последний день были дожди, только когда мы ехали в машине, больше ни капельки не упало. Ну, соответственно, не промокали мы. не промокали, да. Ну, дождевики были взяты, дождевики, резиновые сапоги были, все взято. Какие у вас приключения? Так, тебя с первым эфир поздравляют. Спасибо. там я вроде не видела, сейчас еще давай контакт ополюмим от одной страницы. Вообще, если будут какие-то вопросы конкретные по какой-то части, задавайте или ответите. Ну, или я тебе передам и ты уже ответишь. Сможешь написать везде мне в инстаграм, вконтакте. По технической части, если что-то интересно, интересно там, у кого-то там, у кого-то там мужей надо проконсультировать. Тоже, если что. Просто, если ты так не понимаешь, все вот здесь уточено. Спасибо. Майкал. Аня с Лешей. Сначала субтитры, теперь стулок сидят. Так, Майкал, Японское море. Да не вопрос. Все, Аня, поехали. Надо же машину нам на родину свозить. Ну, поближе к родине, скажем так. Да, да, да. И тут уже пошли спамеры. спамеры пошли. Ну, вроде бы все, я больше вопросов не вижу. Везде обновила, все проверила. Ну, я уверена, что мы все-таки что-то, может быть, забыли. Ну, что-то, может быть, не рассказали. По маршруту все вроде рассказали. Еще, кстати, как вариант, есть такой водолозерский национальный парк. Это даже поближе будет. На карте можете набрать. То есть, там тоже такой же отдых на берегу озера. Ну, опять же, с заброской либо на своей лодке. То есть, это вот такое тоже достаточно известное, красивое место, которое совместно. То есть, в принципе, мест еще очень много, куда хочется съездить. Опять же, все будет зависеть от времени, от возможностей. Ну, путешествовать хочется. Причем, хочется путешествовать, я вот так говорю, север, да, север, но вот мне интересно вот сами автопутешествия непосредственно. То есть, в двух словах, если тупо ехать на машине куда-нибудь. Я тоже, я прям дорогу обожаю, я могу ехать. Но для этого нужен немножко другой транспорт, там, если это по дорогам общего пользования, да, более экономичный, более комфортабельный, более, скажем так, быстроходный, вот, чем наш автомобиль. но у нас машина, мы на 100% довольны, обожаем ее. Вот. Холи Монилею. Да, несмотря на 20-летний возраст. Да. ну, ну, все тогда получается. Ребят, спасибо всем огромное, кто нашел время, был с нами, спасибо за ваши вопросы, если будут появляться новые, обязательно пишите. Вот. Но здесь вроде бы ничего, про рацион я думаю, что потом напишу, это все старое еще. Вот, у меня сегодня было и тут, и там. Ну, бывает, что в эфире просто пишут в инстаграм, тоже пойдем. Да, да, да. Все тогда. Все, всем пока. Всем спокойной ночи, да, встретимся. Да. На японском море. На японском море встретимся. Или где-нибудь еще. В общем, вы нас зовите, вы нас зовите, а там разберемся. Все. Грицелес. Северсвец. И здесь. Северсвец.